Я хочу две цитаты Путина тут же поставить. Одна его высказывание об Украине, а вторая об Израиле. Готовилась к тому, чтобы довести до острой, до горячей фазы. Я много раз уже говорил, не хочу терять времени здесь и ваше время заменять. Но тем не менее, напомню, что украинский кризис начался с 2014 года. Когда был организован государственный переворот, а потом развязана война, боевые действия на юго-востоке Украины. Вот с этого все началось. Наша специальная военная операция, это не начало войны, а это попытка ее прекратить. Знаете, как говорят, когда ты говоришь правду, ты ограничен только лишь правдой. Когда ты врешь, ты можешь врать о чем угодно. Вот в этот момент, по-моему, он забыл, про какую альтернативную историю он должен рассказывать. 1900, то ли когда распался Советский Союз, то ли 2014, когда произошла революция на Майдане независимости. Он как-то, по-моему, запутался немножко в датах, но, говорит, ситуация была горячей, накалялась. В общем, что-то должно было произойти, традиционная история Путина. Что-то должно было произойти, чтобы этого не произошло. Мы как бы тут как тут решили эту горячую фазу немножечко ускорить и принесли ее самостоятельно. Ну и его же сегодняшнее выражение об Израиле. Сейчас главное все-таки остановить кровопролитие. Более чем востребованы коллективные усилия в интересах скорейшего прекращения огня и стабилизации обстановки на земле. Хотел бы подчеркнуть, Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами. Мы исходим без альтернативности решения Палестино-Израильского конфликта путем переговоров. Их целью должна стать реализация ООНовской формулы двух государств, предполагающей создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, со существующим в мире и безопасности с Израилем, который, безусловно, мы тоже видим же это, подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке. И, конечно, имеет право на защиту, имеет право на то, чтобы обеспечить свое мирное существование. Получается, Израиль имеет такое право, а Украина такого права не имеет. При этом давайте все общественные организации обратим внимание на Израиль, а на Украину сейчас не обращайте внимания, мы просто немножечко погеноцидим и уйдем. Но недалеко. На самом деле, то, что во всей этой чудовищной трагедии нападения Хамас на Израиль, там торчат уши, безусловно, спецслужб путинской России, это несомненно, об этом говорят очень многие, и тут уже ищутся и находятся доказательства этого. Но самое интересное, вот на другой встрече, когда, первым, кстати говоря, когда Путин говорит, что вот он сейчас готов работать со всеми заинтересованными силами, он работает. Он работает, прежде всего, с теми, кто поддерживает вот эту вот реалистическую атаку Хамаса. Первым, с кем он встретился, это, например, министр Ирака, и которому он открыл тайну, оказывается, кто вообще виноват вот в этом кровавом нападении Хамаса на Израиль. Ну, я не знаю, ну, наверное, опытные такие политические обозреватели, опытные такие, как вы, Екатерина Валерьевна, скорее всего, уже догадались, кто в этом во всем виноват, да? Ну, ясно, кто может быть виноват? Конечно же, Соединенные Штаты Америки, да? То есть, никаких сомнений в том, что вот эту вот чудовищную террористическую атаку организовали, конечно же, Соединенные Штаты Америки. А кто же еще? Знаете, это как у Шарикова, когда деньги пропали, наверное, Зинка взяла. Но не Шариков же, да? То есть, у Путина, кстати говоря, он в последнее время очень сильно напоминает этого героя бессмертное произведение Булгакова. Вот, и со всеми, со своей садистской жестокостью, и с тупостью, и со всем остальным. Так вот, значит, первым делом, естественно, он встретился с премьер-министром Ирака. Следующий – это глава Палестины. То есть, вот, с представителями Израиля он не спешит встречаться, потому что он понимает, что очень тяжело, несмотря на то, что премьер-министр Израиля Нитаньягу давно известен своими, так сказать, неформальными отношениями с Путиным, но тем не менее он понимает, что сейчас с ним, скорее всего, никто встречаться не будет из Израиля. Просто потому что, ну, слишком откровенно, так сказать, вот руки у него по локоть в крови, уже не только украинской, но и израильской. Ну, а что касается схожести вот этих вот, этой террористической атаки, на самом деле Россия все больше и больше напоминает Хамас. Правда, очень большой и с ядерной бомбой. Поэтому, что касается Хамаса, то я думаю, что в обозримый период проблема Хамаса будет решена навсегда. Эта организация будет просто ликвидирована. Ну, правда, там очень тяжелая история, каким образом уничтожить Хамас и не уничтожить параллельно два с лишним миллиона палестинцев, в которых растворен Хамас. Это тяжелейшая задача, но я надеюсь, что израильская армия и спецслужба с этой задачей справится. Примерно такая же задача стоит и перед украинской армией. Уничтожить фашистский режим, ну, а при этом, в общем-то, понятно, что избавить, значит, победить российскую армию, Украину в состоянии, а вот избавить Россию от путинского режима, этой задачи уже Украина военно-политическое руководство перед собой не ставит. Так что, ну, это связано, во-первых, с размерами, а во-вторых, с ядерным оружием. Так что сходство путинского фашистского режима с Хамасом, оно, безусловно, есть, но размеры отличаются. И в этой связи все-таки надо отдавать себе должное, что главной угрозой человечества является именно Россия, именно Путин, а не Хамас. Хамас, да, это страшная история, но временная. Временная. Я думаю, что в ближайшее время проблема Хамаса будет решена. Спасибо. 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 Спасибо.